Максима Горького Сейчас становится все более актуальным И подвергается переосмыслению Горький Затрагивает очень важный вопрос Вопрос Справедливости Для маленького человека И этому посвящено много Многие его произведения Но если уж говорить о самом-самом Так сказать брендовом Романе Горького мать То он весь посвящен Тому что люди делают то Ничего нельзя Горький до, скажем, перестройки До начала 90-х годов Это был такой основоположник Соцреализма Это был такой главный писатель Начальник над литературой Собственно говоря, это было его при жизни Так решил Сталин отчасти Поэтому его и заманили Из эмиграции в СССР И после В начале 90-х годов После того, как в стране Изменились кардинально Достаточно отношения культуры К литературе Ушла цензура Все можно было на все смотреть Уже более такими широко Открытыми глазами Открылись архивы И получился такой Совершенно другой уже Контраст Что Горький уже Роман мать Изъяли из Допустим Школьной программы Там сейчас совершенно другие сочинения Достаточно мало Стали ставить То есть такой Контраст Когда Его репутация При советской власти При СССР Такого начальника Литературного Она его как бы Скомпрометировала И то, что это Великий писатель Абсолютно мирового значения На уровне Я не знаю Толстой Пушкин Толстой Достоевский Горький Вот это сейчас Ситуация уже нормы Когда без идеологических Сакишур Его воспринимают Именно как очень большого писателя Великолепного драматурга Который Вот Собираются переводить По-новому Кстати Горького на иностранные языки Это просто Вот моя такая информация И это очень интересно Для общего развития Это хорошие тексты Все равно там Много интересных мыслей Все зависит от того Готов ли читать И воспринимать текст Мне было интересно Мне было тяжеловато В эмоциональном плане То есть У него тексты Непростые Атмосфера Осознание того Что в то время Людям было очень тяжело жить 12 октября Белый зал Ленинской библиотеки Объединил В своих стенах Современных литераторов И представителей Научного сообщества Университета Лобачевского С целью Не просто порассуждать О легендарном писателе А обменяться Впечатлениями От именно Сегодняшнего прочтения Его произведений Максим Горький Современность Это мероприятие Запланировано в рамках Отмечание Нижегородской областью 150-летнего юбилея Максима Горького Мы пригласили Писателей Ведущих Современных писателей Российских Марину Стюбенову Елену Шубину И Андрею Филимонову Для того, чтобы поговорить о том Насколько Наследие Максима Горького Актуально сейчас Как он сам Воспринимал Свою роль В формировании Окружающей Его Социальной Общественной Литературной Обстановки И куда нам Двигаться В этом направлении Руководствуясь Его идеями Его мыслями Его наследием Многие тексты Горького Которые раньше Были Общеобязательными Например Роман «Мать» Сейчас эту Общую обязательность В рамках Предположим Школьного преподавания Утратили Поэтому Горький Теперь воспринимается Очень часто Как писатель К которому Каждый приходит Своими собственными путями Но не по указке Не по приказу Спущенного Откуда-то сверху Круглый стол Максим Горький И современность Стал площадкой Позволившей Напрямую Пообщаться друг с другом Тем, кто уже завоевал Имя в литературных Или научных кругах И тем, кто только Начинает свой путь На этом поприще И помимо Обмена мнениями Ощутить Что Максим Горький Наш земляк Классик мировой литературы В первую очередь Яркий, уникальный И живой человек В произведениях которого Можно найти ответы Как на вечные Общечеловеческие Так и на самые Насущные вопросы И ответы эти До сих пор Всегда попадают в точку